Спорт населения никогда не угаснет. По таким девизам в деревне Каменка прошел юбилейный мотокросс на снегоходах. По-настоящему народный праздник, который состоялся благодаря Василию Рочеву, главному организатору, который 16 лет назад взял инициативу в свои руки. О том, как прошли экстремальные гонки, в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. На торжественном открытии юбилейного мотокросса право поднять флаг предоставляется победителю прошлых гонок Ивану Вокуеву. Следом долгожданный старт первого заезда. Впереди у гонщиков четыре круга. Трасса наполовину в воде. Многие глохнут, некоторые переворачиваются. Но никто не сдается. После нелегкой борьбы первую финишную черту пересекает Иван Вокуев, четырехкратный чемпион мотокросса. Подготовка в первую очередь. Но сегодня очень тяжелая была трасса. Тут, конечно, немного удачи. Ну и, конечно, сила, воля к победе. Так что переживания уже прошлись. Сейчас только небольшие волнения. Серебро у Федора Хаймина, бронза у Андрея Волчейского. Всего же на первый и второй домашний заезд заявилось 26 гонщиков. Местные спортсмены оттачивали свое мастерство задолго до гонок. Один из них – Александр Вокуев. Мужчина впервые принимал участие в мотокроссе. У меня много родственников тоже ездит. Вот у меня брат родной, двоюродный Иван Вокуев, он в прошлом году занял первое место здесь. Сергей Вокуев, его отец, он много раз здесь тоже первым был. То есть у нас много мужчин в семье, которые гоняют. Я понял, что настало и мое время. И вот на буране своего отца решил поездить в основных заездах, а он ветеранских ездил. Мне очень понравилось. Адреналин невероятный. Я просто влюблен в буранной гонки теперь. Хочется снова и снова гонять. Вернемся на трассу. Старт дан гостевому заезду. Здесь также необходимо преодолеть четыре круга. Трасса тает на глазах. Гонщики буквально плывут. Но, несмотря на трудности, третьим к финишу устремляется Вадим Батманов. Вторым пришел Александр Хаймин. Победил в гонке Антон Калий. Далее следует традиционный заезд ветеранов. Пять гонщиков преодолевает трассу с трудом. Лучшим здесь стал Анатолий Ваучейский из Оксина. Серебро у Леонида Мацадея. Бронза у Михаила Гдегтева. А вот Михаил Вукуев признается, на трассу вышел совсем не за победой. За эмоциями и адреналином. Ну, вот видите, погода подвела. Как бы сюрприз нам сделала такой. Ну, как бы тоже интересно. Такого мы еще не пробовали. Заезд в классе свободной на импортной технике нововведение в программе каменских гонок. Восемь спортсменов, несмотря на тяжелую трассу, вышли побороться за первое место. В итоге самым быстрым в свободном заезде стал Алексей Стримаусов. Вторым пришел Валерий Ижимцев. Третье место у Владимира Кожевина. Изюминка мотокросса, гонки на собачьих упряжках. Сегодня за первое место поборются восемь кандидатов. Однако отборочный этап прошли только три участника со своими питомцами. Старт не задался. С самого начала четвероногие участники не поделили трассу. И эта перепалка продолжалась до конца гонок. До финиша дошли только два участника. Лаборадор Дениса Кужеля решил отправиться домой. Я все бежал, бежал. Я там по воде плавал, утонул. А потом в другие уже. Это я там на Валакуши еще плавал. По итогам Денис Кужель занимает третье место. Второй стала Варвара Богданова. Победил Николай Кожевин. Согревали гостей и гонщиков хозяюшки Каменки. Женщины с самого утра готовили домашнюю еду и угощали всех желающих. Всегда у нас очень много народу. Все заходят. Мы никому не отказываем. Всех кормим. Что у нас сегодня было в меню? В меню у нас было жарковое. Картошка у нас была. Да, и вот, пожалуйста, торты нам тут спонсоры, наверное, принесли. И все у нас тут такое печеное. Так что можно зайти и согреться, греются и чай пью. 15-й юбилейный мотокросс проходил под девизом «Спорт населения никогда не угаснет». Поздравить гонщиков приехали представители власти. Я рад вас всех приветствовать здесь на 15-летнем юбилейном мероприятии. Уважаемые жители и гости деревни Каменка, от имени собрания депутатов Нинецкоавтономного округа приветствую всех вас на юбилейном муниципальном снегоходном мотокроссе. При этом отметить, что праздник имеет долгую историю, 15 лет, и один из самых ярких и зрелищных мероприятий в муниципальном образовании. Искренне благодарю руководство муниципального образования, организаторов состязания за праздничную атмосферу, за то, что развиваете спорт, этот праздник, и дарите сельчанам хорошее настроение. Дорогие друзья, сегодня здесь собрались любители снегоходного спорта, даже профессионалы-мастера, которые объединены этим спортом и объединяют других людей. История каменских гонок началась еще в 2005 году. Уже тогда соревнования обрели негласное звание народного праздника. Все это время организацией занимался Василий Рочев, который каждым гонкам искал спонсоров. Кстати, еще одна добрая традиция гонок – подарок за участие получает каждый спортсмен. Главный приз – двигатель для Бурана.